всем привет друзья сегодня очередная дичь у меня тут происходит я решил совместить много тем в одну нашу видео рубрику встречу это будет подведение итогов я думаю уже с окончательными ноготочиями по поводу того что мы с вами перебирали наш трекер взгромоздили на него в ту жуткую конструкцию с г-образной планкой который вызывало у товарищей некоторых просто отторжение это их заставляло делать много дизлайков по всеми видео подряд потому что там насрали им в норку обидели мышку спорные моменты там конструктивного решения не только крепления но и там хлястиков на объектив очень короче я считаю что можно подвести некую черту я могу точно сказать что я больше удовлетворен чем не удовлетворен без конечно не обошлось без обидных моментов чисто субъективных человеческий фактор из-за которого 90 процентов происходит всех аварий в мире катастроф человеческий фактор но у нас масштабы поменьше поэтому катастрофы они незначительные никого не цепляют и жизни не лишают маленькая катастрофа у меня произошла вот на последней сессии откуда я сделал ролик метод дрейфа до через sharp cap просто по запарке был со мной саша александр будачевский это тоже одессит мы с ним познакомились через сети и с ним вместе выехали на его участок под селом бурдовка и там великолепное небо и так вот когда объясняешь человеку которого ну впервые мы с ним встретились в живую там до выехали и много было у него вопросов он только ну скажем не то чтобы в начале пути но сейчас только хочет приобретать свое оборудование так далее он многими интересовался и поймите когда вы снимаете объясняете делаете но конечно не мудрено что-то напутать напутал до тех до такого состояния что снимая андромеду и в общем-то не понимаю почему так не все может быть идеально после выставления полярки методом дрейфа когда уже разбирал оборудование обнаружил что не закреплен был до конца тормоз и это ось дек там такая в трекере там тоже есть фиксатор или его тоже чуть-чуть не довел до конца и вот от того как двигалась этот трекер он немножко болтался и при всем при этом несмотря на это что не зажатый тормоз был и так далее снимки практически все сто процентов несмотря на дичайшие иногда графики он так мельком потом покажу все пошли в обработку я не претендую на шедевр но вот этот снимок который сейчас я вам показываю с он еще до конца не обработан тут непонятно многие мне вещи откуда зелень пошла у меня на каком этапе обработки надо еще перескладывать но чтобы представление я вот показываю сырое то есть я ничего от вас не скрываю вот такое снимок андромеда это час около полутора часов получилось имеет ли это право на жизнь да конечно по сравнению с моей андромеды семилетней давности в савоськой ну не семилетней давности в пятнадцатом году этом что-то нет даже какой 15 14 или тринадцатом году я делал это андромеду савоськой то конечно согласитесь это что-то лучшее ничем нежели даже темненьком 5 с 500 миллиметров вот практически вот на вас смотрит итог этого кошмара с тринадцатого года пути моего это сейчас уже можно использовать при хорошем небе ну и практически на те все объекты которыми подвластны 500 миллиметров на полном кадре меня порадовало много моментов в моей конструкции первое уголок это великолепно работает просто многие не понимают как из-за одной точки крепления вот все неустойчиво да все устойчиво ну что вся конструкция своей массой лежит на плоскости а это просто чуть-чуть фиксирует его чтоб не было продольных смещений все поэтому сам себя разгружать поэтому там железобетонное получается крепление второй момент не порадовал это вот этот ход ремешок follow my focus который я вам показывал предыдущем предпредпоследнем выпуске да вот а к ну оказался очень живо живым таким решением никаких претензий у меня вообще к нему не было и очень 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 удобно именно ловить вот эти миллиметры доли миллиметров на геликоиде чтобы вот попасть по маске бахтинова лучиками мы тоже это все я снимал на экран ну потихоньку подводил это все и таким образом добился вменяемой резкости более того это штука которая позволяет даже уже на объекте по тем или иным причинам доводить резкость без проблем если даже нету силу ярких звезд почему там иногда идет расфокусировка вообще в этой фигне это не виноват не трекер не метод крепления объектива к трекеру не этот весь обвес и это хорошо что мы сделали верхнее расположение обвеса он моментально показал совершенно другие результаты даже при ветре который там был на площадке потому что есть один моментом это bayonet крепление переход с м42 на в частности на bayonet sony альфа сколько этих колец не перебирался время у них два их осталось самых ну казалось бы красных и там винтик есть специальный регулировочный выкручивал нифига это не помогает короче есть большой достаточно люфт на крепление само к самому объективу фотокамеры поэтому когда мы что-то перекладываем она немножечко может отъехать съехать и вот это мини вот эти сотые десятые миллиметра сказываются на фокусировке с этим можно в общем то ну я думаю решить этот вопрос и я даже знаю как и ближайшее время его решу что касаемо самого самих графиков видения они были разные в зависимости от силы ветра но они были стабильны и самое главное что меня порадовало а при двухминутных выдержках но на больше я не рискнул я не хотел брака у меня практически стопроцентные снимки там их и не помню сколько их сделал там сейчас мне тяжело сказать точно я практически все они пошли в обработку то изображение что он показывал уже это все сложено из того количества снимков на площадке в бурдовке я начал сначала выбраковывать там трех эти трекеры треки маленькие может быть там чуть больше разъезд меньше разъезд но трехминутные они не рискнул делать двух при двухминутных практически все пошло в работу несмотря на то вот такие графики которые вы сейчас видите они были разные и вот эти разбросы графиков они были разные очень очень классные которые сейчас вот вы видите и вот такие горбы были то есть все было все показываю понятно что в полном объеме я вам не буду прокручивать эти все их много по времени ролики но вот они есть они такие какие есть и при этом при этих всяких разных графиках на последней серии где-то в 10 кадров я вообще не подошел к трекеру я не переназначил ни разу автовыбор звезды я просто вот запустил подряд вот просто сказал как будет так будет и она шлепала себе мы занимались там другими вещами разговорами разговаривали то есть если бы еще при этом закреплены были все тормоза то было бы наверное еще лучше и ветра бы если там не было хотя ветер такой был не сильный но для этой сооружения он как говорится что не ветер все смерть ладно это тоже решаемый вопрос в принципе но сама установка она показала себя на мой взгляд более с лучшей стороны чем когда-то она оказалась моих руках из магазина что у нас еще не произошло там это вот этот долбанный блок питания говно редко не берите вот такое вот вот такое не берите сейчас покажу его подробнее в чем проблема в пульсации напряжения вот и сейчас я хочу с этим как-то разбираться начинать если его включаешь он двойную на 220 вольт входящий на 12 вольт включаешь на 220 он стабильно держит то напряжение которое здесь устанавливается таким вот ползуночком там 16 18 19 20 22 24 вольта 220 вольт включаешь он держит супер включаешь 12 вольт вставишь допустим 19 вольт мой ноутбук и прикладываешь тестер и начинается от 18 и 3 до 19 и 6 причем тактора набирает подержал сбрасывает набирает это и соответственно когда у меня уже батарейка разряжалась на ноутбуке решил его подключить в надежде что я сейчас крутой у меня все есть у меня уже нужен инвертор который бросил в ведро нет он делал этот пик пик но как включался отключался все время ноутбук не заряжался пикал только сейчас надо с этим как-то разобраться если это вообще возможно не везет меня на эти все зарядные устройства не только мне наверно многим вот это первое что меня как говорится немножко под напряглом и второе это конечно экваториальный клин это беда я давно задумывался о том чтобы сделать что-то свое железобетонное монументальное именно экваториальный клин для таких трекеров ну чем скажем с меньшим запасом сделана любая конструкция тем больше она требует себе внимание и тщательность и там мелочей уже нету там есть нюансы детали и но не мелочевка не мелочи на каждую детальку надо обратить внимание так вот экваториальный клин это самое архиллесово питает и все споруды потому что когда мы выставляем полярку начинаем что-то зажимать все это более того перекладываем на цель уже при выставленной полярки полярка уезжает поэтому нужно основание ну как понятно любой дом если говеный фундамент какой бы красивый дом вы не построили это выкинутые время деньги и все прочее потому что все это рухнет рано или поздно вот и фундамента тут под подгулял у китайцев и конструктивно он сделан так что но не может работать хорошо папри определению вот я смотрел аналогичные экваториальные клины у айптрона то что идет с непосредственно со скай трекером и троновским он тоже не лучшего качества они отдельно предлагают практически за цену этого трекера свой экваториальный клин конечно он вызывает большее доверие но принцип там такой же как и в этом просто более клай качественные материалы употреблены а принцип зажатия такой же то есть на трение и от этого тоже ничего хорошего не будет хотя вы потратите при этом 189 евро долларов там чего-нибудь поэтому я мыслях у меня есть задумка делать свою конструкцию но она больше пока естественно в голове и на одном эскизе чем в металле и ну пока кому-то это надо делать это вот такие моменты и последнее что мы решили с серегой навроцким это сейчас же луна ну как говорится если кто-то мешает и хочет стать врагом то используя этого врага в своих целях решили врага этого луну эту поснимать я честно говоря не любитель снимать луну качестве подтверждения я вам когда-то может показывал вот эта пленка на этой пленке это негатив исторически я вот в пакетике храню в сарае луна сережа снимал когда мне было наверное лет 15 14 но я в школе еще учился далекие 70 какие-то там годы прошлого века я старенький уже и я снимал эту луну на самодельный из очков телескоп на пленочный зенит когда-нибудь я ее цифрую покажу эту луну поэтому луна она у меня как бы давно пройдено но и потом по-разному и снимал но мы хотим лугу теперь снять как бы теперь у нас компьютеры есть программы камеры понятно что для планеты луны нужны очень большие фокусные расстояния разгонять линзы барлоу там бла-бла-бла у меня этого нету поэтому я решил сегодня сделать невероятное после того как я здесь сейчас разберусь этим всем амном я хочу вкрутить нашу датисон сел в этот самый как наши заемчик этот 500 миллиметров там crop factor где-то один к семи по-моему до 1 3 матрицы 1 3 дюйма матрицы вот я уже тут все разобрал предварительно и вот да кстати вот это тоже конструкция меня более чем устроил она очень здорово работает ну как бы этот гид с этими кольцами всеми делами сейчас я хочу на компьютере наш аркапе какой-то трубе проверю вкручу сюда вот эту камеру и посмотрим в компьютере какие она дает нам эти самые возможности даст и снять ролик ну и сложить там где-то в каком-то и программе я читали ни разу этого не делал мне это будет наверное интересно я подозреваю что на таком разгоне надо все черно-белая будет понятно не цветной но и фиг с ним а луна там принципе черно-белая пойдет да я хочу еще в ну может такой там юпитер сейчас сатурн правда низко но они есть тоже через эту штуку гляделку посмотреть это по масштабу где-то будет под 3000 миллиметров ну понятно что все будет дрожать но так как мы видео с вами снимаем только пофигу но как это все делается женится и ни разу не делал поэтому сейчас это буду делать вот все я отчитался если можно назвать отчетом я вам рассказал как она была как она есть я не вижу особых теперь препятствий ну там что-то архи усовершенствовать принципе это можно считать завершенным проектом который может уже просто работать в поле при нормальных условиях погодных и без проблем поэтому те кто говорили что астротрекер только для широких полей звездных что нельзя им снимать 500 миллиметров это убийство что будет куча брака и бла 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 да может быть отчасти я бы соглашался если бы сам не прошел тот путь сейчас я могу вам точно сказать можно все делать даже с минимальным браком если включить свою башку и немножко приложить рук ну а я сейчас займусь своим вот этим чудом и может быть какие-то вести с полей мы с вами скоро будем наблюдать как сюда мы сейчас вставим гидирующую камеру дейтисом и попробуем что-то снять ну из лунного из лунно планетного вот хотите дальше посмотреть что может получиться хотите но тогда вы знаете что там делать какие колокола нажимать и какие кнопки подписываться ладно до новых встреч друзья но я пока займусь тем о чем я сказал то питание это вот это фигатория ну и что-нибудь будет интересно я вам обязательно покажу до новых встреч пока